Такой воспитательной меры, как сокращение суммы штрафа на половину, законодатели пытались ускорить сборы штрафов. И это, судя только по практике Ленинско-Кузнецкого, удалось. Человеку, который нарушил правила дорожного движения, есть 20 дней с момента вынесения постановления. В эти 20 дней он может оплатить половину стоимости суммы штрафа. Десятки нарушителей уже оплатили половину стоимости штрафов. Даже тем, кто подвергся административному наказанию в декабре, посчастливилось успеть заплатить половину суммы. Не все оплачивают штрафы у нас, особенно в городе. Поэтому предприняли такую попытку, чтобы стимулировать как-то людей, не оплачивать не полную сумму штрафа, а наполовину. Что возможно будет побыстрее. Да, побыстрее. Сейчас такое есть, люди звонят, узнают, как это оплатить, где это лучше сделать. Сейчас буквально разговаривал, женщина звонила, узнавала, что она нарушила правила дорожного движения, перешла. Не в том месте, где я могу оплатить данный штраф. А сделать это можно в любом отделении банка или банкомате. В соответствующей графе вносите номер постановления и на экране появится пометка 50% оплаты. Правда, такая законодательная дисконтакция не действует на грубые нарушения. За езду в пьяном виде, по встречке, на красный свет, на незарегистрированном авто, за превышение скорости более 40 км в час. Если водитель совершил ДТП, в результате которого пострадали люди, то он уплачивает наложенный штраф в полном размере. И еще одна поправка, которая не порадует злостных неплательщиков. Если сумма накопленных штрафов превысит 10 тысяч рублей, водителя лишат прав. Субтитры создавал DimaTorzok